всем привет меня зовут наталья и сегодня я хочу показать вам обзор своего мини альбомчика в прошлый раз не удалось мне заснять это видео а фон был предназначен именно для этого обзора вовсе не для показа покупочек и я в общем не стала ничего менять тут и обычно обзор своих работ я так показываю быстренько пролистываю и какие-то короткие комментарии даю а недавно я видела ролик одной девушки которая показывала обзор своего большого альбома и на каждой странице подробно останавливалась на то какие инструменты и какие материалы она использовала я не буду так подробно рассказывать здесь но этот ролик меня натолкнул на мысль о том чтобы разобраться какие же материалы использовала для создания своего альбомчика я и что меня удивило оказалось что просто огромное количество разных материалов было использовано и мне как в виде статистики может быть хотелось бы рассказать о том что тоже я использовала сколько много всяких разных материалов это чтобы по объему много много разновидностей материалов я использовала для создания такого малюсенького альбомчика он у меня по обложке 17 сантиметров на 16 с половиной и по корешку 6 половиной сантиметров может быть такой формат видео кому-нибудь тоже покажется интересным и что может быть я как раз пробегусь по материалам сначала то девочки обычно показывают что что они хотят применить для использования в альбоме в своем и потом уже изготавливают альбом а у сейчас просто покажу материалы дело в том что этот альбомчик я задумывала еще пять лет назад когда массово не было еще это распространено я вообще на тот момент даже ни разу ни у кого не видела черно-белых альбомчиков когда задумывала эту идею но с тех пор прошло уже вон сколько времени только сейчас я ее воплотила эту свою идею но раз я задумывала еще тогда изначально бумага у меня уже была куплена ткань уже была куплена и я потихоньку начала собирать материалы и вот бумажку какую я использовала это было уже ныне переставшая выпускаться скрабберис бумага вот здесь даже видно что цена тогда была на наборчики 15 на 15 25 рублей а последняя цена насколько я запомнила уже 250 там 270 даже были наборчики такие под скрабберис и вот такая вот коллекция тогда была черно-белая пробуждение она называлась сейчас конечно уже такую не найти бумагу нигде еще тогда же пять лет назад купила я ткань черно-белую для своего альбома от фирмы пеппи или пиппи не знаю как правильно здесь даже написано что производитель роберт кауфман фабрикс сша лос-анджелес калифорния стоила она тогда 122 рубля теперь дешевле 200 рублей такой кусочек не купишь но я покупала в нашем местном магазине скраббовом и набрала тогда кучу меня большой запас такой ткани в общем вот такую черно-белую купила ткань для этого альбом чека и еще я обещала поподробнее рассказать что вот этот вот ножик когда я купила просто начала я делать этот альбом почти что год назад летом 2018 года и уже у меня были готовы странички просто лежали готовые странички и я отвлеклась на совершенно другие какие-то дела и в скрабе дела другие и в жизни тоже на что-то другое отвлеклась от скраба и лежали у меня эти готовые странички я все никак не могла придумать какую же мне сделать обложку и вот как раз когда увидела фотографии вот этого ножика у меня мгновенно в голове созрела композиция обложки этого альбома и я тут же заказала этот ножик и вот он здесь используется моей композиции прямо то что мне было нужно я даже не представляю если бы я сделала этот альбом раньше то как бы он выглядел тогда мне кажется сейчас он уже вот эти все материалы и все эти идеи они уже от этого альбома не отделимы то есть может быть и хорошо что он так поздно у меня родился если бы это случилось раньше он бы выглядел совершенно иначе и вот вдохновил меня этот ножичек на обложку моего альбомчика и я еще достала вообще все ножи которые я использовала в этом альбоме и поразилась посчитала в общем я использовала 25 наборов ножей то есть ну вот здесь вот например один ножик да в наборе а есть же несколько ножей в наборе и бывало что я в одном наборе сразу несколько ножей использовала так вот упаковок ножей я использовала 25 сейчас я их быстренько пролистаю вам тут и даже не подумаешь что я просто там что-то порезала здесь порезала вырубку использовала и даже не задумывалась сколько же я использую всяких разных инструментов сейчас покажу вот такая вот пачечка сейчас я быстренько просто пролистаю вот эту рамочку я уже показала мой мои любимые ножики от крафт н очень было печально когда алиэкспресс украл дизайн потому что у меня оригинал такой я его покупала нормальная такая цена была американский нож а на алиэкспресс потом все стали по дешевке покупать такие же ножики но вот он все равно до сих пор мой любимый я часто его использую но зато уже вот вот не видно да вот вот эти ножики я уже с алиэкспресс покупала это уже у меня не оригинал фирму я не помню к сожалению тоже американская какая-то фирма уже забыла главный главным действующим лицом моего альбома стали вот такие вот цветочки тоже с алиэкспресс купила и тоже потом поподробнее расскажу про эти цветочки вот использовала я вот этот ножик также для альбома я не помню где видимо я использовала наверное где-то но я не помню конкретно а я поняла я там потом покажу я использовала серединку от вот этого цветочка вот так просто серединку от вот этого цветочка нам не понадобилось больше ничего из этого набора смешно правда там где-то есть еще и перышко одну вот такое фэнтези нет вот эти вот тычинки веточки не знаю как назвать от ladybug цветочек был вот это тоже я довольно любимая мною веточка правда она мне в последнее время уже стала приедаться но год назад я еще и и довольно активно использовала вот такой вот ножик клеток клетка применила был еще от joycraft ножик такой вот дальше от ladybug ну это я просто там вырубочки для красоты сделала покажу эти все ножики это было в композиции уже ножик от ladybug вот такой от memory box листочки в одном месте использовала от marine design там есть тоже вот эти вот ведь его ты вот это был мой первый ножик и он до сих пор мне нравится и кое-где я использую его тоже захотелось мне достать запылившийся старый ножик использовать еще вот такой тоже от marine design веточку укропа я вот эту вот использовала мелкую также черри лин дизайн производитель вот такая салфеточка была использована вот это вот тоже я достала из старых запасов своих ножек от marine design и также еще вот эти вот шариками memory box тоже не часто использовала раньше ну и куда без салфеточки от примы я показывала в последнее время что купила салфеточки просто ну да они красивые они очень замечательные но тоже когда их часто используешь они уже тоже потихоньку начинают надоедать я купила парочку новых буду соскучиваться по примовским салфеткам буду пока те использовать наверное в работах вот еще от спел байндерс здесь для края ножики для оформления края вот такой вот набор от аги арт я использовала также и в наборе мне почему-то был видимо такой период что мне хотелось круглые формы для фотографий использовать и я что в елочке использовала также вот этот вот набор и здесь также мне его захотелось использовать еще вот такой нож от спел байндерс в эту вот рамочку среднюю я использовала и еще парочку вот таких вот кружочков с фигурным таким волнистым краем так сказать от сизыкс ножичек вот такие вот ножи здесь их 25 ножиков я использовала и еще три вырубки подарочные были очень красивые чувствую что видимо затянется мой этот обзор альбом чека потому что сейчас я хочу показать еще штампики которые я использовала в своей работе вот такая вот веточка цветочками здесь тоже веточка с цветочками и бабочек я наштамповала но потом использовала не все вот это текст там на теге он будет может кто-то запомнит еще вот такой набор от арт узора это тоже я покупала давным давно еще он 155 рублей стоил тогда в наших магазинах и здесь бабочки кто же я использовала еще вот такой набор от алтынью здесь я использовала вот этот цветочек и вот этот вот веточку листиков очень не она полюбилась тоже а еще использовала вот эту веточку с цветочками сейчас покажу наборчик материалов вот на тарелочку я положила вот эти вот от штамповки на велуме сделано имбосингом черный белой пудрой есть у меня вот такие вот пудрочки вот это от рейнджер белая также от скрабберис черненькая обычная пудрочка и еще я покупала также от рейнджер черную но она super fine detail она для тонких каких-то витиеватых рисуночков и как раз она там не пригодилась вот и девочки делали эксперименты по поводу имбосинга на кальке и на велуме я как-то упустила вот этот момент в итоге какому выводу они пришли от чего же зависит то отслаивается пудра от кальки или нет напишите пожалуйста девочки кто в итоге каким выводом пришел я в своем вот этом вот проекте пришла к выводу что все зависит от пудры потому что ну это понятно от скрабберис не очень хорошего качества пудрочка была там рисуночки даже вот немножко расплываются но мне единственно непонятно от рейнджер почему тоже отслаиваются местами там уже раз альбомчик у меня в страничках лежал почти год конечно же уже в материалах там произошли кое-какие изменения и начали кое-где отслаиваться эти пудрочки но но вот вот эта пудра она прекрасно легла и лежит намертво насколько я вижу на данный момент поэтому я пришла к выводу что ну может быть как-то я не знаю не очень удачный какой-нибудь замес в этой пудры но вот это прекрасно легла и не отслаивается и все замечательно и дальше что вот они все веточки штампики которые я показывал вот они здесь все взаимбошены вот тут бабочки еще использовала я для серединков цветочков бисер обыкновенный черный и белый швейном магазине купленный также в швейном магазине были куплены вот такие вот ниточки это вот нитка из пайеток тут пайет очки мелкие 3 миллиметра в диаметре а вот это стандартные пайет очки 6 миллиметров в диаметре вот тоже это на нитке еще такая вот нитка из мельчайших мельчайших таких бусинок не знаю даже сколько здесь полтора миллиметра наверное диаметр этих бусинок и еще вот такие вот цветочки тоже всем известные с алиэкспресс я их порезала вот здесь вот видно что вот этот цветочек покоцанный я его на частички порезала это же там в композиции подоткнула вот такие вот материалы были заготовлены еще тоже использовала я был у меня тоже старющий такой давнишний набор декоративных элементов от мистер пейнтер раньше были они новогодний у меня такой был тоже как в виде цветочка контейнер я использовал такие вот белые пуговички и вот такие вот цветочки цветочек там в одном месте где-то у меня закопанный в композиции также люблю я использовать подпекать где-нибудь вот таким вот образом тычиночки у меня здесь разные вот эти вот сахарными наконечниками такие и просто обычные белые тычинки были использованы и что еще а кружева кружева вот такая вот стопочка вот такую веточку я там использовала кружевную потом использовала такое кружево еще недавно купленная вот такое вот цветочки я использовала листочки также всем полюбившиеся вот эти с отрезающимися ножками я уж из пакетика не буду доставать но всем они известны эти кружева также прямо на обложке тоже мое любимое кружево уже с давних пор вот такое вот я уже несколько раз его покупала это же всем полюбившиеся вот эти веточки от кружева я кстати попозже купила тоже в другом магазине но осталось не очень довольна все-таки с моего первого заказа гораздо лучше качество у кружева чем то которое я купила позже там порыхлее так рисуночек как-то даже уже сравнивая с этим тот тем пользоваться даже и не хочется как-то здесь я использовала эти веточки вот здесь вот они вырезаны веточки здесь тоже с кружевом так и что обещала я поподробнее рассказать про вот эти вот цветочки которые являются главным действующим лицом в моем альбоме они у меня использованы на каждой страничке такой металлический звук потому что использовала я вот такие вот булечки тоже всем известные для изготовления цветов мокрым способом не знаю показывала ли они или нет это тоже я в обычном городском нашем скраповом магазине покупала вот такой вот имбоссинг пэт это производитель итальянский вот здесь написано made in italy и ну это просто листочек поролона вот такой плотный поролон и на нем то есть девочки делают на руке а я на этом поролончике делала и стоил он тоже ну я давненько его тоже покупала года 4 назад наверное тогда он стоил 140 рублей с тех пор больше я нигде не видела таких вот штучек интересных ну довольно удобно мне понравилось делать я конечно эти цветочки делала очень долго несколько часов как я наверное уже упомянула мокрым способом то есть я спреем прыскала на бумагу причем бумагу я использовала тоже из набора этого же альбомного ну еще добавляла еще какие-то другие тоже какие-то черно-белые бумажки и с помощью бумаг здесь выдавливала форму и они у меня какие вот объем ненькие цветочки пути видно не видно на камеру цветочки объем ненькие почему-то захотелось мне как раз именно вот эти вот ножики сделать главными в этой работе и нормально мне нравятся они эти цветочки они ожили даже как-то потому что я у других девочек смотрю они сделали плоскими их и там конечно этот ножик очень проигрывает а вот так вот объем ненько они очень даже прелестно выглядит на мой взгляд также еще на корешке я сделала вот такие вот братики и они такие объем ненькие братики я когда купила набор с братцами вот такой вот наборчик купила от my mind's eye это было тоже я не знаю года четыре или пять лет тоже назад и мне это тогда привлекали вот эти вот братики я тогда была в винтажном стиле по голову и меня вот эти вот привлекли братики а вот такие черные я была убеждена что больше я их вообще никогда никуда не использую вообще абсолютно и наборчик у меня с ними лежал а тут достала я их и они здесь вписались как нельзя лучше на мой взгляд вот так вот бывает что лежат лежат материалы казалось бы ненужные а потом используются как нельзя лучше но вот просто здесь они их место на мой взгляд и дарила мне такое кружево анжелика тоже вот она здесь присутствует но получилось так что она слишком белое если видно здесь такой грязно-белый цвет анжеличка мне дарила кипель на белый он сюда не очень подходит поэтому я его достала повертела в руках но использовала все-таки свое кружево которое заказывала почти одновременно с тем когда она мне дарила его и ну как-то не могу я использовать в работах на мой взгляд не очень подходящие по цвету элементы ну что здесь я еще на обложке я показывала кружева цветочки и отрезала отдельные и здесь просто акриловой красочкой я их покрасила вот они цветочки черненькие здесь я их сделала для контраста потому что здесь белый курзан белый белое кружево и на нем вот этот лепесточек вот эти лепесточки от цветочка они просто терялись поэтому я еще подложила для контраста эти цветочки и ну здесь как как будто бы все на контрасте построено весь альбом у меня построена контрасте потому что особо ничего же здесь больше и не используешь черное да белое конечно же у меня год назад появилась мысль что захотелось добавить какой-нибудь еще цвет акцент потому что белый он же белый и черный это основные такие цвета которые не считаются цветами особо то есть они когда дополнительные бывает например используют какую-то палитру цветов а черный и белый они цветами не считаются они могут использоваться в любой работе то есть просто как дополнительные здесь же они основные и мне хотелось захотелось конечно же сначала я думала красные элементы очень хорошо бы вписались белое черное и красное потом мне захотелось нет золотое хотела я добавить сюда но в итоге переборола себя и думаю ну была же идея сделать бело-черный альбомчик нет все таки сделаю я черно-белый но в итоге оказалось что бумажка не такая уж она и черная бумажка оказалась темно-серой и и как дополнение также еще использовала я карт сток серенький и в итоге как по фильму получилось у меня 50 оттенков серого в альбоме тоже смешно ну вот так вот много я уже наболтала сейчас уберу лишние баночки отсюда из кадра так а вот еще использовала я вот такие вот топпинги они там местами тоже отлетели мне не очень понравился я использовала медиум сейчас я наверное его найду покажу я использовала вот такой вот медиум акриловый прозрачный и и он матовый этот медиум от фабрики декору я видела что девочки активно его используют для таких случаев приклеивают на него топпинг и я также решила попробовать это вот декор для ногтей я покупала там как как чешуйки я уж не буду открывать а то здесь все будет в чешуйках вокруг вот этот мне в подарочек прислали при в каком-то заказе из крапова магазина вот этот мне пришлось купить самой чтобы было одинаковые черные и белые я где-то использовала черненькие чешуйки сейчас покажу поближе вот здесь вот видно черненькие чешуйки может быть и тут беленькие местами еще кое-где такой вот топпинг но он высох и в альбомчике тоже местами кое-где подпадывал поэтому я не знаю и и при этом стало кое-где видно этот медиум не это не очень понравилось я потому что сторонник того чтобы все было аккуратно вот эти вот полосочки вы высохшие от медиум не не очень нравится ну и что все таки приступим к альбома наконец-то а то и так я уже затянула все это и болтовню свою и показывать я буду на примере фотографии с кошечками мне понравилась идея анжелики как тоже в небезызвестном советском фильме было тренируйся на кошках так вот мы будем тренироваться сейчас на кошечках вот такая миленькая киса мне будет помогать и и вот сейчас альбомчик выглядит вот так я уже здесь вставила две фотографии хотела сказать что в альбомчике фотографии предусмотрены 10 на 15 и их можно я как раз эту конструкцию именно и хотела использовать для мини альбомчика потому что считается что в мини альбоме фотографии 10 на 15 и они не уместны но здесь как раз в данном случае можно использовать фотографии 10 на 15 как раз вот она входит что вертикальная что горизонтальная фотография прекрасно он входит и как раз именно на этой странице вертикальная фотография она этой фотография горизонтальная уже вставила для примера чтобы тут долго не мучиться запихивать там еще хотела сказать что получается цветовая гамма универсальная так как здесь можно использовать фотки абсолютно разный цветов разных цветов здесь вот серо-синенький такой использован а здесь зеленый с рыжиной с какой-то даже фотография так что очень удобная получилась цветовая гамма абсолютно любые фотографии могут быть здесь вставлены вставлены и у меня везде получается кармашки здесь фотографии вкладываются вот так как в кармашек и только на двух страничках организовано по-другому неожиданно на карте памяти кончилось место меня поэтому снимаю следующий кусочек я остановилась на том что конструкция альбома у меня сделана из кармашков то есть фотографии вкладываются как в кармашки но на двух страничках использованы еще немножко другие тоже способы здесь я показала что открывается клапан и я задумала здесь простенько две вертикальные фотографии одна здесь вторая здесь и когда они встанут то будет здесь три цветочка видно здесь я не приклеила часть вырубки и а тут такие вот прозрачные фотоуголочки я покупала их тоже давненько уже в магазине для фотографии был наборчик 250 штук и пока что они все еще у меня остались я их использую временами так что здесь вот на прозрачных уголках две вертикальные фотографии не стала уж я нагромождать никакого декора потому что и так альбомчик насыщенный декором поэтому вот так вот и значит здесь клапан а дальше идут все с кармашками странички я может быть в конце где-то поближе покажу альбомчик а сейчас пока вот таким вот образом следующий разворот вот такой вот у меня темненький ну и здесь также все видно что было использовано бигшот я использую в каждой своей работе это прямо мой любимейший инструмент я без него себе скрабукинг свой не представляю бигшот швейная машинка использована там в конце еще мне понадобился принтер я распечатку сделала потом фен для эмбосинга я использовала еще вот эта вот фигурка вот эта фигурка я делала ее сама из жидкого пластика и из молдов это две птички такие здесь ажурные так что вот так вот и еще здесь стало заметно что я поменяла местами страничка из одной бумажки а серединка на соседней страничке из нее же то есть я поменяла местами это так когда нет фотографий смотрится гармонично использование этой бумажки поменять поменять местами следующий разворот у меня вот такой вот светленький значит что и здесь пуговичка тоже здесь я покрасила кружева в черный цвет перышко тут я использовала еще и здесь когда-то уже для другого проекта я на плоттере вырезала цветочки ой цветочки говорю листочки тоже всем известные и у меня осталось несколько штук я сюда тоже приклеила еще я хотела рассказать про переплет потому что еще одной целью создания вот этого альбомчика мне было потренироваться сделать переплет как у светланы кофтун или кофтун я извиняюсь если я неправильно ударение произнесла девочки кто знает как правильно подскажите пожалуйста я года два назад покупала у светланы ее курс по переплетам очень интересный курс там девять было переплетов в нем и было вообще у нее каждый каждый переплет как произведение искусства там просто смотришь ну это не скраповая альбома как будто бы она такое что-то грандиозное делает очень интересно было смотреть и было интересно учиться но я конечно все эти переплеты не делала меня больше всего интересовал именно вот этот прошитый переплет мой любимый который я чаще чаще всего делаю но он был такой как я как самоучка я где-то сама что-то придумала где-то что-то посмотрела и мне хотелось узнать как же его делают профессионалы я когда посмотрела это вообще у светланы там вот не соврать бы слоев наверное шесть у нее двунитки фальчик без заплечиков фальчики с заплечиками это вообще шесть штук значит двунитки два слоя акварельной бумаги и еще вот эти соединительные полосочки у нее тоже из двунитки это так на века просто она делает свои альбомы удивительно просто я поражаюсь как настолько люди прямо относятся ответственно к своей работе к этой и вот мне захотелось тоже делать все вот как Свислана рассказывает все мне захотелось сделать точно так же потому что я все-таки делала какие-то упрощенные варианты мне хотелось именно вот начать делать как как по писаному как говорится но у меня это сделать не получилось почему потому что достала я свою двуниточку вот такая вот двуниточка и она довольно жесткая я не знаю может быть у Светланы какие-то какая-то другая двунитка или что чем объяснить я не знаю но у меня в этом альбоме только два слоя двунитки еще несколько слоев я заменила вот такой вот обычной хлопковой белой тканью тоненькая она и все равно у меня переплет получился бомбический как сказать то вот он он до того прочный его невозможно будет убить он не убивачий не убиваем ее просто уже весь декор обсыпется уже все придет в некодность весь альбом а переплет будет на века даже вот такой вот который я сделала заменила несколько слоев там на хлопковые просто без двунитки и соединительные полосочки тоже сделала из белой ткани потому что все таки не вписывается сюда двунитка она желтоватая и все равно все равно этот переплет он очень надежный и я просто в восторге от Светланы как она ну и он так он довольно жесткий я вот не знаю может быть это просто слишком маленький альбомчик для такого переплетика слишком серьезный не знаю ну вот захотелось мне тоже вам рассказать про переплет еще тоже а здесь в качестве каптала я использовала кожзамчик беленький и если я еще тоже вернусь в начало вот этот кожзам это глянцевый кожзам и поначалу я была им недовольна я его купила для обложек хотела сделать своим сослуживицам подарочки к 8 марта обложки на паспорт а может быть я сейчас и отвлекусь и немножко покажу и вот такие вот обложечки обычные совершенно безо всяких излишеств просто кожзамчик просто термо трансферная наклеечка я их как-то показывала что я их купила вот такие вот два цветочка и просто я их наклеила а вот здесь вот наклеечка от анжелички спасибо тебе видишь наклеечка твоя спасибо но оказалось так что я не вовремя заметила то что вот этот глянцевый кожзам он тоже он переплетный да и что он несколько пожестче чем матовый матовый он же такой мягкий податливый а этот пожестче я это не учла и получилось так что ну в общем проблемы у меня там случились и долго-долго меня это не отпускало и я никак не могла войти обратно в скрабовую струю и получилось так что они жестковатые и в общем и пришлось мне еще придумывать так чтобы они в итоге стали закрываться и просто использовала уже там мощные очень магниты иначе бы просто их нельзя было использовать и вот так вот теперь у меня есть обложечки а праздник уже прошел мне тогда пришлось придумывать другие подарки и этот белый курзан меня в общем подставил на тот момент я была им жутко недовольна но потом когда я уже знала что он такой жесткий что как с ним работать лучше я уже использовала его сюда на этот на обложечку этого альбома и теперь я уже совсем другого мнения о нем да конечно он жестковат и в общем ну просто нужно было вовремя заметить его особенности и тогда уже нормально его можно использовать в работе все в порядке с ним опять я отвлеклась и о чем я говорила я говорила о переплете так следующий четвертый разворот вот такой вот у меня и здесь как раз я использовала свои ретро ножи и одну веточку здесь использовала тоже и здесь то что я говорила ниточки из бусинок и из пайеточек ниточки тоже здесь и вот то что я говорила здесь серединка цветочка вписалась вот так вот и здесь тоже вроде как два листочка но они как будто бы здесь к месту и вот эти вот бантик которые цветочек бантик какой бантик цветочек который я распетрушила здесь на части вот тут использовала в разных частях и последний пятый разворот вот такой вот он у меня и все в одном стиле я постаралась сделать еще мне хотелось сделать такой черно-белый альбомчик в котором бы не было такого эффекта я просто вот смотрела у девочек какая-то такая пестрота как будто пестрит в глазах от черного и белого вот так мне хотелось избежать этого эффекта не знаю получилось у меня или нет вот подскажите пожалуйста как вам кажется удалось мне это или не удалось избежать вот этой пестроты здесь от бумажки птичка мне пригодилась и вот тут кармашек здесь как раз имбосинг я решила сделать потому что так не видно да что использовано кажется как будто бы просто страничка здесь есть кармашек и тут можно что-то ой я не в кадре извиняюсь здесь можно что-то записать и фотографии тоже ставить можно здесь ну и тут использовано еще кружево которое я не показала кусочек маленький и вроде бы там кусочек тут кусочек все понемножку и складывается в итоге альбомчик вот такой альбом я сотворила здесь в конце мой логотипчик тоже из кожзамчика вырезала я рамочку распечатала логотипчик так ткань вот такая вот выглядит она вот так потому что впереди не очень видно что за ткань и вот такой альбомчик у меня получился очень надеюсь что вам он понравится если что-то какие-то у вас есть мысли пишите пожалуйста в комментариях долго я разболталась конечно может быть что-то вырежу не знаю ну вот вот так вот длинно у меня получилось на этот раз и спасибо вам за внимание спасибо что смотрите что заходите на канал что ставите лайки если дизлайки то пожалуйста тоже ставьте я прекрасно понимаю что у каждого человека есть свое мнение по разным поводам и я это приветствую в отличие от других девочек которые считают что у них на канале должно быть только их мнение а какое-то другое они враждебно воспринимают я нет пожалуйста пишите что считаете нужным я всем рада всем отвечу и кто досмотрел до конца спасибо вам огромное что вы терпели такое длинное видео мое сегодня и всем хочу пожелать хорошей хорошего продолжения весны чтобы у вас все складывалось потому что у меня сегодня казалось что все нормально складывается но потом пошли какие-то непонятные элементы которые тоже препятствовали мне сегодня снять мое видео но в итоге все сложилось и я вам тоже желаю чтобы в конце концов ваши мечты чтобы ваши планы чтобы все сбывалось и осталось мне с вами только попрощаться пока-пока листа спереди машин